Сегодня тема нашей встречи, тема нашего вебинара и дискуссии – это коучинкотерапия, сходство и различия в работе с сильными сторонами, ценностями и смыслами. Скорее, в большей степени речь пойдёт про сильные стороны, чуть меньше про ценности и смыслы, но где-то ближе к середине нашей сегодняшней встречи мы расскажем, где можно будет больше получить информации про как раз ценности и смыслов, если у вас будет такое желание. Ну и вторая часть нашей сегодняшней встречи, это примерно через час от начала, будет посвящена ответам на вопросы по базовому курсу когнитивно-поведенческого коучинга, который стартует 27 августа. И давайте познакомимся с теми, с кем пока ещё не знакомы. Андрей, тебе слово, твой слайд. Да, меня зовут Васильевский Андрей, я бизнес-психолог, у меня бизнес-психологическое образование, также я работаю психологом-консультантом и коучем в когнитивно-поведенческом подходе. Меня зовут Попова Ксения, ко мне можно на «ты», на «вы», как удобнее. Я бизнес-психолог, тренер-методолог, 12 лет в обучении и развитии в различных компаниях, как российских, так и зарубежных, занималась выстраиванием систем обучения для руководителей. И в последние примерно 4 года в большей степени работаю как коуч-консультант в когнитивно-поведенческом подходе. И сегодняшний план нашей встречи выглядит примерно вот так. Четыре части. Начнём говорить про две стороны одной медали. Уже совсем скоро объясним, что мы здесь имели в виду. Затем обсудим, что значит работать с сильными сторонами, потому что здесь каждый эту тему понимает по-своему, как показала практика. Третья часть. Уже более конкретно посмотрим на практику когнитивно-поведенческого коучинга, в которой как раз-таки происходит работа с сильными сторонами, с ценностями, личностным смыслом. И будет интересно услышать и вас, коллеги. Если вы также работаете в неком направлении, в методологии, которая опирается на сильные стороны, будет очень интересно, возможно, не сравнить, но хотя бы так приблизить две этих практики. И четвёртая часть, заключительная, как уже говорилось, это ответы на вопросы по базовому курсу, который совсем скоро стартует. Первая часть. Две стороны одной медали. Что мы здесь имели в виду? Сегодняшнее, собственно, наше обсуждение особенностей работы с сильными сторонами в различных модальностях, то есть в терапии, в коучинге. Хотелось бы начать с того, что очень условно всю работу помогающих профессий, в частности психотерапевтов, консультантов, коучей, мы так вот очень условно делим на два подхода. Это работа с дисфункциями, они же болезни, проблемы, и работа с функцией. И вот так схематично мы изобразили эти состояния в виде шкалы. То есть красная зона, и это там, где у нас есть проблемы, там, где есть дисфункции, болезни, зелёная зона, собственно, та зона, те состояния, в которых эти моменты отсутствуют. Если посмотреть на процентное соотношение научных статей и исследований, то их большая часть приходится как раз на изучение работы с дисфункциональными состояниями. И по разным статистикам примерно до 2000 года можно увидеть соотношение два к одному. Британцы нам именно эти цифры показывают, что на две статьи про дисфункции одна статья выходит про какие-то функциональные состояния. Но я скорее больше всё-таки верю в соотношение четыре к одному, которое дают наши исследователи. Оно выглядит как-то более правдоподобно, особенно когда открываешь какие-то библиотеки научных статей. И целью работы как раз-таки вот в этой парадигме является помощь в переводе клиента из состояния, условно которое можно назвать, минус 10, минус 8, то есть когда очень ярко проявляются некие симптомы в некий ноль. И оказавшиеся в нулевой точке клиент, это означает, что клиент больше не испытывает ранее диагностируемых симптомов. Если же речь идёт о бизнесе, то бизнес-психолог, работающий в проблемно-ориентированном подходе, будет в данном случае стремиться помочь, ну, скажем, сотруднику отдела продаж достичь запланированного уровня личных продаж. То есть целью будет считаться достигнутой, если сотрудник станет работать не ниже заданного плана. То есть будет вот в этой точке ноль. Это делает то, что нужно делать. Работа же в зелёной зоне, то есть с функциональными состояниями. Об этой зоне мы говорим, когда работаем с сильными сторонами, будет несколько отличаться, на наш взгляд, по разным моментам от работы в условно-красной зоне с проблемами и с дисфункциями. И давайте обсудим, можно голосом, можно в чате. Вот сейчас, на ваш взгляд, в чём вы видите принципиальное отличие работы специалистов, ориентированных на проблему или на работу, условно будем называть, со слабыми сторонами. И в чём может быть особенность работы специалистов, ориентированных на решение или на работу с функцией, работу с сильными сторонами. Я думаю, что на этот вопрос особенно могут сейчас ответить наши коллеги, выпускники, которые работают и в КПТ, и в КПК, в агентативно-поведенческом коучинге. Коллеги, какие здесь видите различия именно в вашей работе, не знаю, вашими состояниями, переживаниями, эмоциями, мыслями при работе с клиентом? Ну, наверное, на уровне логики... Слышно меня, да? Да, хорошо слышно, здравствуйте. Замечательно. На уровне логики можно предположить, что если я ориентирована на работу с проблемой, то человек в лучшем состоянии, у него есть эта проблема, и он не очень хорошо себя чувствует. Наверное, будет чуть больше сложности их нахождением ресурса для этой работы. Да, спасибо. Спасибо, Екатерина. Коллеги, еще какие есть идеи? Да, Андрей. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, слышно. Ну, я думаю, как минимум, проблемы найти легко, и, наверное, поэтому, может быть, легче решить и больше обращаться к проблемам решением. А вот найти ценности, смыслы, сильные стороны, как угодно называть, это, по крайней мере, для меня заплывная история. Угу, отлично. Да, здорово, спасибо. Ирина, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, коллеги. Вы знаете, я думаю, что здесь, наверное, тема такая, вот фокусировка на запрос, да, то есть вот когда мы формулируем запрос целей работы, мы вот выставляем, например, наши цели, работа с проблемой. Например, у человека перфекционизм, мы там вот как-то это решаем. Но по большому счёту, даже когда ты ориентирован на проблему, ты работаешь со здоровой частью личности, и здоровую часть ты пытаешься вытащить сильные стороны клиента, и на этих сильных сторонах работаешь с проблемой. Поэтому, я не знаю, это вот, ну, понятно, что теоретически, методологически есть такое значимое разделение, ну, фактически мы и работаем со здоровой частью личности, с её сильными сторонами, и как он может решить эту проблему. Единственное, что когда мы, ну, там, например, ориентированы на решение вопроса, всё-таки мы спрашиваем, что у вас было, ну, так больше, как бы нас обучают, что у вас было хорошего, какие-нибудь чудесные вопросы, вся вот эта тематика, да, то есть фокус на вот этот плюс. А когда мы работаем с проблемой, мы спрашиваем, ну, и как ваша тревога? И шкалируем не, что было хорошего, а шкалируем, какая же была тревога. Вот как вот, и вот из этого, как бы, начинаем работать, ну, по большому счёту, мы работаем со здоровой частью личности, мы не психиатры. Да, спасибо большое. Как раз-таки про фокус внимания, это очень важная вещь, да, на что мы его обращаем. Ксения, добрый вечер. Да, добрый вечер, коллеги. И вот как раз тоже хотела присоединиться к Ирине, мне кажется, очень точно отмечено по поводу того, куда мы разворачиваем клиента, потому что плюс всё-таки в коучинге предполагается, что клиент идёт сам, и мы его разворачиваем, чтобы он шёл. А когда мы работаем, ну, да, в терапии, там, в психологическом консультировании, так или иначе, мы его ещё и более директивно подталкиваем, то есть это тоже мы его и фокус, внимание смещаем, и немножко его подтягиваем, да, как бы не... Вот, что в коучинге, ну, недопустимо, да, по крайней мере, несовместимо с коуч-позицией. Вот, и как будто бы, опять же, история с вот диагностикой, да, различия между диагностикой, историей проблемы, истории формирования этих слабых сторон, каким-то таким глубоким бэкграундом, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, и опора на исключение, там, в коучинге, да, тоже какой-то прошлый опыт, но с другой стороны, и больше ориентация, а как мы можем это сделать в будущем, да, то есть не на диагностическое раскапывание прошлого, а скорее на такое прогностическое движение в будущее. Супер, да, спасибо большое. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. Я, может быть, как-то повторюсь, но мне как-то визуализировалось после того, что сказали коллеги, какое-то вот направление. По сути, вот клиент, который пришел в одной и той же точке, может быть, примерно, в первом случае он будет идти от, а во втором случае идти к. Ну, то есть, от чего ты хочешь избавиться или к чему ты хочешь прийти, и, соответственно, акценты совершенно по-разному расставлены, вот, ну, это такая кусочка визуализации. Да, супер, спасибо. Согласна со всем, что прозвучало, такое впечатление, что треть вебинара уже, как бы, рассказывано. Спасибо коллегам. Тогда посмотрим, что в чате. Итак, Елена пишет, как будто психотерапия с проблемами, а поучинг с сильными сторонами. И да, и нет одновременно, потому что, ну, так было, это может так казаться, но сейчас уже в последние, я не знаю, там, пятилетия и десятилетия всё больше таких психотерапевтических, можно даже сказать, направлений начинают смотреть как раз-таки в сторону сильных сторон, позитивных эмоций, изучение ценностей, опоры на них. То есть, по крайней мере, я со своей стороны вижу, что идёт такой интересный разворот. Юрий, согласен, прорисую, что не все клиенты могут работать в поле решения, однако все могут работать с проблемой. Срок консультирования с решением, короче, чем срок консультирования с проблемой. Да, и это тоже, да, потому что решение порой нужно ситуативное здесь и сейчас, и, к сожалению, времени на то, чтобы прорабатывать достаточно долго и куда-то углубляться у нас нет. Наверное, всё, что сейчас прозвучало, можно следующим слайдом обобщить, и тогда, Андрей, я тебе передаю слово. Так, вот сейчас я услышал от вас несколько идей, таких знаний и убеждений. Ну вот, Ирина, да, на сильных сторонах работаешь с проблемой, что с проблемой необходимо всё-таки опираться на какие-то сильные стороны, да. Ещё один тезис, что мы клиента в терапии скорее подтягиваем, а в коучинге мы не можем подтягивать клиента, потому что у нас позиция сопровождения, позиция, что мы никуда его не тянем, он сам идёт, да, то есть он сам в состоянии двигаться, и он двигается в коучинге скорее к, а не от проблемы. И ещё вот один тезис, да, то, что написано было, не все могут работать с решением, если нет ресурса. То есть, если у клиента недостаточно ресурса, то с решением он работать сложнее, да, там, или не может работать вот с этим направлением на решение, на движение к чему-то. Во многом это действительно так, вот все эти тезисы, они откликаются мне, но вот всё-таки я могу обозначить вот в виде вот этой вот схемы, что есть некие метаподходы, то есть вот подходы терапевтические, там, КПТ, психоанализ, гештальтерапия и так далее, да, и вот это вот частные подходы. Но эти подходы можно объединить, что-то в них есть общего. И вот это что-то общее можно назвать как некая ориентация на проблему, когда специалист сначала диагностирует некую проблему у клиента, диагностирует её некими аналитическими, быстрыми способами, и это делает сам, по сути, специалист. И это такой мета, можно объединить все вот эти вот подходы в некий такой метаподход. Метаподход, который ориентирован скорее на работу с проблемой, с работу со слабой какой-то стороной клиента, назовём это так, стараясь уменьшить эту слабую сторону, а лучше и вообще нейтрализовав, чтобы прийти из точки минус, как вот на этой шкале внизу показано, в меньше минус, или в идеале в точку ноль, когда человек уже будет находиться в внутреннем состоянии такого спокойствия, удовлетворения, в таком режиме восстановления, если говорят терминами CFT, такой режим восстановления. Вот, а это такая точка ноль. Но находясь в этом внутреннем состоянии, в таком удовлетворительном, нейтральном состоянии спокойствия, человек ещё не начинает действовать. Не начинает действовать в сторону реализации своего потенциала, в сторону реализации своего смысла, в сторону своих ценностей. Он ещё не начинает активно исследовать мир вокруг. Он хоть и открыт, но относительно, то есть это такое открытие, выход в открытую позицию, но всё-таки ещё не активное движение навстречу этому миру, не принятие всех рисков, которые этот мир представляет и люди вокруг. Это такая вот нулевая позиция. И вот, чтобы перейти из этой позиции ноль в позицию ещё большей открытости, в позицию исследования этого мира, в позицию принятия риска, в позицию большей степени активности, в позицию то, что называется реализация своего потенциала, развития и экспансии, не побоюсь этого слова, нужно нечто другое. Нужно не только устранить эту слабую сторону или уменьшить влияние некой слабой стороны или дисфункции. Нужно ещё разбудить функцию и усилить значительно эту функцию. И проблема в том, вот проблема, да, мета-проблема, так сказать, психотерапии и вообще помогающих практик, что это несимметрично. Что устранять проблему и как бы нивелировать слабую сторону можно одними методами. Но как только мы выходим вот в эту плюсовую зону, там уже эти методы не работают. То есть если их применять ещё больше, ещё больше, работать с мыслями, работать с эмоциями, работать ещё с чем-то, да, это не работает. Или работает не так эффективно, как хотелось бы. Тут нужно нечто другое. И это нечто другое, в первую очередь, заключается в неком фазовом переходе. То есть вот тут вот на линии границы, где вот точка, да, и вот эти разграничения синего и жёлтого света. Это как некий фазовый переход. Такое впечатление, что вот меняется в целом мышление и поведение человека. Принципиально меняется. И здесь очень важно, что специалист, работающий с человеком, он тоже должен перейти в некий другой режим работы, мышления и своего поведения. Он уже должен быть не диагностом, а он должен быть человеком, создающим условия для клиента, чтобы сам клиент себя исследовал. Он не должен, соответственно, ставить диагнозы, да, ну, во всяком случае, озвучивать их. Он не должен вести клиента, помогать ему. Он должен уйти в роль сопровождающего и находиться на полшага сзади этого клиента. А это очень сложно. Кроме того, мышление должно измениться у терапевта. Не только вот это вот поведение, да, его действия конкретные, но и мышление должно измениться. И вот этот вот переход очень сложно получается. Его сложно почувствовать и сложно вот этот тумблет переключить. То есть, когда ты фокусируешься на проблеме, ты решаешь проблему. Когда ты фокусируешься на решении, то это не означает, что проблема, устранение проблемы, это и есть решение. Это несимметричные вещи. То есть решения могут найтись такие, которые не означают, да, вот решение конкретной проблемы. Они означают отсутствие этой проблемы. То есть такое ощущение, что это просто игнорирование проблемы. Наоборот, не замечание проблемы. Такое мышление, когда человек даже перестает думать и замечать, что у него какая-либо проблема существует. И тогда находятся такие решения, которые невозможно представить себе, если ты думаешь о проблеме, если ты сфокусирована на проблеме. И коуч, вот в ориентированном на решение подходе, он задает только такие вопросы, которые как бы вообще не употребляют такие слова, как там скорректировать что-то, улучшить, да, то есть скорректировать, изменить в смысле в значении что-то, исправить. Он не использует вообще слово проблема. Он говорит задача, да, вопрос, какое-то решение найти для чего-то. И уже это даже проявляется не только в мышлении, но, естественно, в речи, потому что речи есть, по сути, мышление. То есть употребляются другие совершенно слова, другого значения. И это непросто осуществить. Вот есть такое выражение, что где есть врач, там всегда будет больной. И, соответственно, человек, который приходит к терапевту, он уже изначально по умолчанию воспринимает себя как терапевтируемого. Соответственно, как человек, у которого есть какая-то проблема, есть какая-то дисфункция, что-то плохо в нем работает. И уже называя себя терапевтом, даже если вы работаете с ценностями, с сильными сторонами, но уже сама позиция у вас не позволяет изменить это мышление клиенту. Или вот сама формулировка, что я терапевт, я консультант, уже изначально задает вот эту вот позицию. Что отсутствует в случае, если терапевт-консультант работает в коучинге и называет себя коучинг. То есть вот эта позиция уже даже в виде слова, в виде своего названия изменена. То есть я не консультирую, я не лечу тебя, я не предлагаю, я не отвечаю за тебя. Ты отвечаешь за себя, ты отвечаешь за свои решения, ты здоровый, нормальный человек и так далее. У тебя есть сильные стороны, у тебя точно найдутся решения и все возможности, и вот то, что вы говорите, да, ресурс, да, то есть ресурс изначально есть. При этом, что интересно, вот если посмотрите, ОРКТ находится вот в этой в правой зоне и это терапия. Последняя буква Т это терапия. И оказывается, что можно работать с клиентами с психологическими дисфункциями вот в таком подходе, ориентированном на решение, и с клиентами, у которых не хватает ресурса. Кажется, что ресурса нет, но на самом деле он у всех у нас есть и он достаточно большой. Даже если у нас очень серьезное расстройство, дисфункция, именно это показывает направление CTR, да, когнитивная терапия, ориентированная на восстановление института Айронбека. Эта терапия работает с клиентами, у которых высокая степень дисфункции, психологической, психической дисфункции. И несмотря на это, ориентация на сильные стороны помогает. В том числе, как концептуализация сильных сторон, да, вот последнее дополнение концептуализации классической, концептуализация сильных сторон. То есть показано, что да, если использовать, да, в какой-то степени в терапии вот эту вот опору на сильные стороны, то это начинает работать, и терапия происходит легче. И тогда, говоря про условно два таких вида мышления, да, ориентированного на проблему, ориентированного на решение, здесь важно понимать следующий момент, что мы не противопоставляем их друг другу, мы не говорим, что один хуже другого, нет, они нужны оба, потому что они помогают работать как раз-таки с личностью, как с нечто целостным. Но мы заметили, и заметили остальные, коллеги научного сообщества, что переключение между вот этими видами мышления, да, ориентированного на проблему и на решение происходит достаточно сложно. Оно происходит сложно и у специалиста, и у клиентов. И если говорить сейчас, да, про специалистов, то почему достаточно долгое время, да, с чего мы и начали, внимание больше уделялось как раз-таки работы с проблемами. Здесь на сегодняшний день выявлено такие пять основных заблуждений, которые до сих пор бытуют и в научном мире, и у практиков, но это, как показали исследования, это заблуждение. И первое звучит следующим образом, что исправление того, что работает как-то не так, автоматически приведет к благополучию. Исследования показали, что позитивный аффект не является противоположностью негативному аффекту, то, о чем говорил сейчас Андрей. То есть избавление от гнева, страха, депрессии не приведет автоматически к миру любви и радости, потому что для того, чтобы избавиться от депрессии, нужны одни стратегии, а для того, чтобы стать радостнее, для того, чтобы увеличить количество любви в своей жизни, нужны другие стратегии. Люди, у которых есть расстройства, вполне могут испытывать высокий уровень субъективного благополучия. Это то, что в народе мы говорим как счастье. То есть даже если есть какое-то заболевание, есть достаточное количество людей, есть достаточное количество исследований, которые показывают, что люди продолжают быть счастливыми. И наоборот, люди, которые вроде как здоровы, продолжают почему-то быть несчастливыми. Заблуждение номер два, которое мешает подчас вот этому переключению из одной такой позиции, ориентированной на проблемы, на позицию, ориентированной на решение, заключается в том, что верится, что уменьшение негативных состояний, то есть дисфункциональных мыслей, дисфункциональных эмоций, это то же самое, что равно повышению благополучия. Опять же, исследования показали, что это не так. Например, исследование по снижению веса показало, что не отсутствие стресса связано с успешным поддержанием веса, а способность эффективно с этим стрессом справляться. стресс может быть. Вопрос в том, что я с ним делаю. Пример исследования, например, посттравматического роста. Посттравматический рост, как явление, это развитие позитивного мировоззрения после перенесенной травмы, которое может включать изменения отношений к окружающим людям, осознание личной силы, это духовные изменения, повышение ценности жизни. Так вот, рост после невзгод – это не отсутствие посттравматических стрессовых реакций, а наоборот – это наличие позитивных состояний. Почему-то они там возникают. И вот этот интересный вопрос – а почему? Каким образом они возникают? Заблуждение номер три. Развитие слабых сторон помогает достичь оптимальной производительности. Я думаю, что если здесь есть коллеги из бизнеса, сейчас точно это наша тема. По мнению ученых того же Клифтона, Нельсона, исправление или коррекция слабых сторон не приведет к оптимальному функционированию человека или организации. Исправление слабости либо недостаточно развитой компетенции в лучшем случае поможет человеку или организации стать условно нормальным или среднем оптимальной производительности способствует как раз таки более активное использование сильных сторон. И вот здесь мы приходим к заблуждению номер четыре, что сильные стороны как-нибудь сами разовьются, они же сильные, на то они и сильные. А вот слабым надо помогать, их надо развивать. Это тоже очень ярко проявляется, например, в обучении. По первому образованию я учитель английского языка, английского, французского. И вот я помню большое количество мамочек, которые приводят детишек с прекрасными математическими задатками, с прекрасными задатками в рисовании. Но вот по английскому тройка сделайте так, чтобы было пять. А ребенок как бы не про это. И вот здесь тоже возникали такие очень спорные моменты. Так вот, целенаправленное развитие сильных сторон способствует не только увеличению частоты их использования, но и количеству различных ситуаций, в которые они применяются. И это здорово, потому что если сильные стороны не используются или не тренируются, их потенциальное влияние на благополучие остается ограниченным. Они сами не прорастают, если их не удобрять, не поливать. И, наконец, заблуждение номер пять – это ориентация на исследование сильных сторон поможет в их профилактике. То есть, если мы сейчас, наверное, лучше, да, через пример исследования. То есть, когда речь идет о профилактике, вопрос заключается не в том, как эффективно лечить людей с некой проблемой, а в том, как предотвратить возникновение этой проблемы. И значительные успехи в профилактике в основном являются результатами систематического повышения компетентности и как раз-таки развития сильных сторон, а не исправления недостатков. и в связи совсем вышесказанным, да, таким образом, первое и очень важное различие при работе с сильными сторонами ценностями и смыслами будет заключаться как раз-таки в режиме мышления. То есть, если мы хотим эффективно работать именно с этими составляющими, то наше мышление должно каким-то образом меняться, то есть ориентироваться в большей степени на решение. И как раз-таки в нашем курсе, о котором пойдет речь чуть позже, мы и начинаем с того, что мы стараемся перефокусировать мышление студентов с проблемно ориентированного, которое, если это психологи, если это практикующие специалисты, оно развито прекрасно. И просто вот у нас уже было 5 выпусков, и я помню вот самые первые недели обучения, когда ты заходишь в комнату, где происходит тренировка, и вот прям в глазах у студентов есть такое счастье, когда слышится какое-то ограничивающее убеждение, когда удается найти некое когнитивное искажение, вот прям руки чешутся с ним поработать. Вот, не знаю, коллеги, подтвердите, либо проверните чисто со стороны то, что видела, то, что наблюдала, делюсь. И в этот момент заходят противные преподаватели и говорят, нет, мы туда не пойдем, это понятно, что это есть, эти убеждения, эти мысли, но остается 25 минут на то, чтобы помочь клиенту найти решение, нам нужно действовать по-другому, стратегия будет по-другому. И вот в коучинге, если мы можем это обойти, эту преграду, некий психологический барьер на пути достижения определения цели, мы его будем обходить. Но чтобы это сделать, должно сработать определенным образом мышления. И тогда мы сейчас уже начали говорить о том, как работать с сильными сторонами, про сильные стороны, и, наверное, есть смысл определиться с тем, что такое сильные стороны, и что значит с ними работать. Самое распространенное определение, которое можно найти в интернете по сильным сторонам, это определение, которое у вас сейчас на экране. Сильная сторона – это уже существующая способность к определенному способу поведения, мышления или чувствования, которое является аутентичной и наполняющей энергией человека, тем самым обеспечивая оптимальное функционирование, развитие и производительность. Когда мы говорим о практиках, основанных на использовании сильных сторон, что это значит? Это означает эти практики, что все, что вы делаете как специалист, будет содействовать раскрытию и приумножению изучению использования сильных сторон и ресурсов клиента, чтобы помочь ему достичь своих целей и реализовать свои мечты. Практики, основанные на использовании сильных сторон, исходят из того, что выявление использования сильных сторон клиента позволит ему вернуть контроль, если переводить дословно, власть над своей жизнью. И наконец, практики, основанные на использовании сильных сторон, фокусируются на том, что уже работает на позитивных исключениях из проблем и стратегии преодоления, которые клиенты уже используют. И вот в начале как раз таки, по-моему, Ирина об этом говорила, что в том же коучинге есть достаточно распространенный вопрос о том, а как ты с этим справлялся в прошлом и что тебе помогало. Это опора на позитивный опыт. И практики, основанные на использовании сильных сторон, ключевые аспекты их заключаются в том, что они ориентированы на достижение целей и лучше всего эти цели, чтобы были внешними. То есть должно, когда клиенту нужно что-то поменять во внешней среде, изменить ситуацию. Практики работы с сильными сторонами очень хорошо в этом помогают. Включают инструменты оценки сильных сторон. На сегодняшний день есть три основных спросника англоязычных. Вия Селегмана переведена на разные языки. Два остальных англоязычные. Если кому-то будет интересно, могу потом сбросить. Практики основаны на использовательных сторон рассматривают окружающую среду как сильный ресурс. То есть если у человека не хватает внутренних ресурсов, всегда будут вопросы, всегда будут техники направлены на то, где ты можешь эти ресурсы получить извне. Поэтому социальная поддержка это один из важных навыков, который должен развиваться в таких практиках. Практики основаны на использовательных сторон вселяют надежду в клиента, действительно меняется очень сильный эмоциональный фон, предоставляют клиенту право выбора через меньшую директивность, Аксиня об этом тоже говорила, предполагают сотрудничество с клиентом на равных, партнерская позиция, и предполагают, что специалист не знает верхних пределов возможности человека расти, меняться и развиваться это то, что в коучинге очень часто можно слышать в виде цитаты, что потенциал человека не имеет пределов, поэтому мы верим в то, что наш клиент может все. Вот это хотелось бы обсудить следующим шагом, коллеги с вами, какой у вас опыт, и ответить, наверное, на те, которые уже возникли по ходу. Юрий, добрый вечер. Да, добрый вечер. У меня вопрос, Ксения, когда ты говоришь, что практики с сильными сторонами, это ты имеешь в виду поиск сильных сторон, или это мы уже знаем сильные стороны и что-то с ними делаем? Когда я говорю практики, я имею в виду скорее направление, то есть, например, когнитивно-поведенческий коучинг ориентирован на цели, это можно отнести к одной из практик, работающих на сильных сторонах, с использованием сильных сторон. То есть, вы уже, ну, предполагаем, потому что мы уже знаем сильные стороны. Не всегда. То есть, здесь иногда приходится действительно клиенту помогать. Есть целый пул инструментария, который направлен именно на выявление сильных сторон. Так или иначе, любой человек, не знаю, старше 20 лет, примерно представляет, что у него является сильной стороной, а что этой стороной не является. но иногда нужно действительно приложить чуть больше усилий и потратить чуть больше времени на исследование, да, а что есть еще, почему человек это считает сильной стороной, и может быть, есть какие-то сильные стороны, которые пока не очевидны человеку. Вот, но есть, да, есть специальный инструментарий, который помогает именно в диагностировании. Правильно услышала вопрос. Ну, я понял, что тут не совсем все однозначно, а вот опросник, он для того, чтобы как раз найти сильную сторону. Да. Опросники помогают подсветить, но единственное, эти опросники, у авторов этих опросников свое представление о том, что такое сильная сторона. Вот, поэтому, если их сравнить, то не всегда будут пересечения. То есть, у кого-то доброта, это будет сильная сторона, а во втором опроснике, например, такой формулировки вы не встретите. Еще вопрос. Ксения, вот в вашей схеме, которую будете предлагать, там, с Андреем, есть ли сильные стороны противоположные, дихотомичные? Ну, то есть, если есть такая сильная сторона, такая уже слабая, то есть, есть ли какие-то противоположные, что там у человека, например, не может быть одновременно хорошо развиты процессы правила и отношения? Вот в вашей схеме есть такое? Или, может быть, и процессы правила, и отношения? Ну, нет противоположных, полярных. Это интересный вопрос, есть ли противоположность. Но чисто... Нет, просто есть теория, нет, есть теория дихотомичности сильных сторон. Вот, я просто хотел узнать, как у вас, как вы предлагаете, вы используете эту теорию или там нет? Просто не все ее придерживаются. Вот так отчетливо, нет. То есть, если я знаю, если человеку нужно понять, разобраться с его сильными сторонами, чтобы достичь некой цели, да, потому что прояснение своей сильной стороны это не конечный пункт, это нужно всегда для чего-то, то, ну, у меня ни разу, вот за мою, десятилетнюю практику не возникало вопросу клиента, а давайте мы разберемся, какая есть обратная сторона, потому что зачем? Нет, здесь скорее, когда вы ищете, нашли две, которые там в этой теории противоположны. И мы уже можем понять, что одна из них сильная, другая нет, и использовать это дальше в работе. Вот. И я к этому, вот к этому, но не все придерживаются такого, что может такое быть. Вот. И просто я по этому смысла как у вас. Ну да. Скорее нет, чем да. Вот, наверное, такой ответ. Ирина? Ну, мне кажется, на самом деле, вот работа с сильными сторонами, она клиенту дает очень мощную опору, потому что список его сильных сторон, он конечен, а список того, что он не знает, это от минус бесконечности до плюс бесконечности, что он там не знает, не умеет, какие там 195 языков не выучил, и так далее. И клиент получает, когда, ну, он получает опору, он понимает, что вот это у него, у него некая особенность, его характеристика, да, ну, какая-то сильная сторона, ну, назовем по-разному. И вот благодаря этой опоре он может решать свои задачи. Это первое. Второе. Когда ты работаешь с клиентом, фокусируешь его и спрашиваешь его, ну, давай вот, опиши, скажи, какая у тебя там сильная сторона, что у тебя получается хорошо или где-то там классно. Клиенты очень часто пишут там, типа, пять из тем бизнеса, но практически ничего не пишут про, примером говорю, что там, у меня привлекательная внешность, ну, к чему они привыкли. многие люди, ну, мои клиенты, многие клиенты, они считают, что это само собой разумеющееся, что у меня, например, хорошее здоровье, высокий энергетический потенциал, а это является сильной стороной, человек может решать задачи там и так далее. А ему кажется, что это нормально, это у всех есть и нечего на это обращать внимание. То есть это второй. И третий момент, ну, в целом у людей такая привычка, это связано с воспитанием и со всем остальным, относиться критически, критически. И вот как раз, когда ты фокусируешься и пытаешься найти, что у тебя не получается, ты начинаешь черпать вот эту бесконечность того, что у тебя не получается. И на это как бы на это черпание уходит все жизненное время и все ресурсы и свои задачи ты не решаешь. Поэтому я считаю вот как раз я не коуч, я вообще не знаю, как коуч работать, я вообще даже, честно говоря, очень смутно понимаю, как они работают, но психотерапия, мы вот на этом очень много фокусируемся. И это вот одна из задач, дать клиенту список его сильных сторон, чтобы он мог дальше это знать, радоваться, это использовать в своей жизни. Да, спасибо большое, Ирина. И скорее согласно с тем, что у большинства людей если спросить, какие ваши слабые стороны, все очень это быстро назовут, а вот сильными почему-то как-то не принято у нас об этом говорить вслух. Да, поэтому вопросы о том, в чем моя сильная сторона, это вот прям такой один из самых распространенных вопросов, с которыми приходится исследовать совместность клиента. Спасибо. Здесь еще небольшое дополнение по поводу все-таки симметричности, да, и вот этой асимметричности, также вот от Юрия был вопрос. А вот если обратиться, я не знаю просто в каком подходе работаете, Ирина, если обратиться к когнитивной терапии Аронобека и концептуризации сильных сторон, там же она проводится несимметрично, да, то есть в целом спрашивается, а что вот у тебя было хорошо, какие моменты жизни там что-то получалось и выстраивается вот эта вот концептуализация сильных сторон. И здесь получается разрыв, то есть непонятно для чего это делается. То есть человек пришел, например, с тревогой, говорит, доктор, помогите мне избавиться от этой или уменьшить эту тревожность, которая, соответственно, в жизни не позволяет то, то, то и то сделать, существовать нормально в этом мире. И вот эта концептуализация сильных сторон, она как бы зависает, она непонятно, как ее использовать, потому что мало выявить, надо понять, а для чего это. То есть хорошо, выявили там, умею хорошо рисовать, дальше, а как ты это будешь использовать для того, чтобы бороться с тревогой? Непонятно. И поэтому, если это просто выявить и оставить, и как-то не применить, не использовать, и клиент это не сможет тут же использовать по запросу, с которым он пришел, то это не продолжит, не будет дальше работать. Вот, поэтому это такой тоже вопрос методологический, как в рамках терапии вот то, что выявлено, использовать, даже если это клиент не осознавал и тут вдруг осознал это, как он дальше будет это использовать в своем запросе для решения там своих каких-то терапевтических задач. Спасибо. Ксения. Потом Андрей. Да, спасибо. Я вот как раз хотела продолжение, наверное, того, что сказала Ирина, и может быть, немножко как реплика на то, что сказал Андрей, по поводу того, как мы это используем. На самом деле, ну, мы же в итоге-то работаем с я-концепцией, если мы до этого доходим. И по большому счету создание клиента о том, какие у него сильные стороны, она позволяет эту я-концепцию выравнивать. Если там глубинное убеждение беспомощности, то понимание, что я могу то, все, пятое, десятое, приводит к большему там выравниванию в сторону компетентности, эффективности. Если там непривлекательность и знание своей сильной стороны, ну, вообще-то люди могут меня любить за то, то, все, пятое, десятое, то там мы выравниваем, да, то самое стратегическую цель условного принятия другими. Мы понимаем, что кому-то я нравлюсь, кому-то я не нравлюсь, это окей. Вот. И поэтому мне кажется, что вот поскольку у меня это больше практики все-таки такой терапевтической, ну, как психолог-консультант, я понимаю, что хорошего, да, отвечая на вопрос, получает клиент от работы своими сильными сторонами, это вот некая вот эта вот стабилизация этой я-концепции, ее выравнивание, ну, и плюс приобретение каких-то компенсаторных стратегий, точнее, вместо компенсаторных стратегий копингов, да, то есть вместо, там, залатывание каких-то дыр неподходящими способами, за счет этих сильных сторон начинание использовать, да, ну, какие-то более адаптивные способы совладания с проблемой. Вот. Но, а вот возвращаясь, да, поскольку у меня есть там некоторая тоже уже небольшая практика как коуча, то вот в коучинге, как мне кажется, как раз-таки больше этой практической применимости. Ты получил знания о своей сильной стороне, вспомнил, что ты это делал с опорой на свою сильную сторону три месяца назад, и теперь ты сделаешь это на следующей неделе, да, то есть опять же, из-за этого разграничения в целом терапии и коучинга, зачем мы это делаем? В терапии мы меняем, перестраиваем структуру, стараемся, ну, такая у нас есть амбиция, всей я-концепции, вот, а в коучинге мы это используем для того, чтобы, ну, вот так, и теперь давай пойди и сделай с использованием этого знания о сильной стороне. Финя, спасибо. Это прям теперь полностью картинка, да, то есть получается в терапии, да, мы вот как на весы, у человека много всего негативного, слабого в мышлении, в поведении, и мы потихонечку добавляем на другую чашу весов вот то, что работает, то, что тоже там сильными сторонами является то, что я концепцию, так сказать, вот это вот, получается, я могу, я, там, способен, я такой-то, да, вот, и получается мы стараемся вот это вот, чтобы на весы, на другую чашу весов как можно больше привнести, чтобы сам клиент это осознал и положил в эту чашу весов, да. Коучинге не совсем так, вот в том и будет разница, дальше становимся на этом, потому что вот у Валерия тоже на этот вопрос был по поводу саморазвития, да, если человек приходит с запросом я хочу развиваться, саморазвиваться, вот это что тогда, вот. Попробую уточнить, потому что действительно коучинг, он вот как раз максимально использует то, что клиент осознает по поводу себя в части сильных сторон и в части вот этого мышления ориентированного решения. Это тут же идет в работу, тут же идет в действие, в отличие от терапии, ну, в какой-то части, да. Андрей, потом Ирина. Ага, спасибо. Ну, я повторюсь, наверное, что это помогает уменьшать черно-белое мышление и обесценивание, но мне кажется, если как-то посмотреть, я не знаю, как выражу, философски это или нет, что если мы будем бесконечно работать с проблемами, то мы просто привыкнем бесконечно жить, решая проблемы. А спрашивается, зачем такая жизнь и в чем смысл, зачем, какие ресурсы. Потом, если разрушить старое мышление, то, во-первых, такая альтернатива, то есть может появиться и кризис. По крайней мере, у многих клиентов у меня был вот этот страх нового, да, и в этот момент особенно актуально, конечно, искать новое. У меня вот тут, конечно, появляется вопрос, а вообще на каком моменте нужно заканчивать работу с негативным мыслением начинать с позитивным или это параллельно делать. В общем, вот такие у меня мысли. Спасибо. Прекраснейший вопрос. Я предлагаю его сейчас припарковать, дать возможность Ирине высказаться и к нему вернуться. Это особенно вот сейчас интересно, да, коллеги, которые практикуют и коучинг, и терапию. В какой момент вы понимаете, что можно перейти в коучинг или из коучинга нужно вернуться в терапию. Тоже такой вопрос. Ирина. Вы знаете, вот то, что вы говорили про вот сильные, слабые стороны, когда приходит ко мне клиент, большей частью он, у него как бы возникла фиксация, у него мышление, фокус внимания зафиксирован на какой-то точке. Это связано с его там дистрессом и вот это туннельное мышление, фиксация, он зафиксирован на этой точке. Он другого ничего не видит. И когда вот мы с ним, работая в психотерапии, говорим о его сильных сторонах, о том, что, где у него уже получалось, что получалось, вспоминаем, как было, да, вот эти там, были ли вот, как там, в решении ориентированных подходах, были ли исключения из твоей депрессии, бывали ли моменты, что у тебя там там то-то, то-то. И что мы делаем по большому счёту? Мы помогаем человеку, у нас же, у нас по большому счёту вот основной инструмент это внимание, вопрос и внимание. Вопрос запускает мышление и, то есть происходит вот некое, ты как бы помогаешь человеку сняться с этой фиксации. он уперся в одну точку и эта точка является там его болью, страданием, проблемой, как ни назови. И вот насколько я понимаю, я так, в когнитивно-поведенческой терапии такой специалист средний, но если посмотреть, как работают специалисты в когнитивно-поведенческой терапии, они-то как раз помогают вот как бы выйти из этой фиксации, выйти, там, не знаю, пример с Эйбом, да, помогает Джудит Бэк Эйбу увидеть, что он не одинок, он не просто сидит один заброшенный, никому не нужно в своей квартире, а у него там есть и внуки, и мороженое, и т.д., и т.п. То есть что происходит? То есть вот она, фиксация на его моменте, что он одинок, а когда она говорит про то, что у него есть, на самом деле она говорит про сильные стороны, что у него есть внуки, и что у него получалось, вот она в терапии, я просто не знаю, в чём тут большая разница. Да, вот об этом чуть-чуть дальше как раз про большую разницу расскажем, да. Вот, в общем, я хочу сказать, то есть мы помогаем снять фиксацию, вот, основную. Да, здорово. Кстати, социальная поддержка и умение получать социальную поддержку, это тоже относится к сильным сторонам. Итак, мы проговорили о том, что такое сильные стороны, что отличает практике, которые используют как раз-таки фокус на сильных сторонах. Проговорили про первое отличие, да, работы с проблемой, работы с решением, что заключается в мышлении специалиста в помощи изменения мышления как раз-таки у клиента. Это раз фиксация, если можно так сказать. Но есть еще два момента, на которые сегодня хотелось бы обратить внимание и обсудить, что отличает как раз-таки, в чем есть разница, да, при работе с сильными сторонами, ценностями, смыслами и при работе с проблемами. И второй такой отличительной чертой, особенностью, мы видим как раз-таки особенности методологии или особенности подхода, которые заточены на то, чтобы работать как раз-таки с сильными сторонами. И этот момент мы хотели бы чуть подраскрыть, насколько это будет возможно в оставшееся время через как раз-таки методологию КПКЦ. И я надеюсь, Андрей, вы услышите ответ на свой вопрос, когда вот этот переход осуществляется из-за проблемного поля в решение. Да, сейчас будет буквально два слайда с квитэссенции методологии когнитивно-поведенческого коучинга ориентированного на цели. Это вот сокращенно КПКЦ. Вот это ориентированного на цели, это для того, чтобы разграничить, потому что есть там и будут другие методологии когнитивно-поведенческого коучинга. Вот это просто авторская разработка, наша разработка. Чтобы отличать разные методологии, мы добавили вот эту ориентацию на цели. Но любой коучинг по определению уже это помогающая практика, которая ориентирована на цели. То есть это отличие этой в целом помогающей деятельности от многих других видов деятельности. Вот это именно ориентация на цели. То есть это практика, в которой специалист, коуч, помогает клиенту определить свои цели. Это очень важно. Свои цели, аутентичные цели. И в дальнейшем эти цели достигнуть. Вот, собственно, очень простое определение, что такое коучинг. И, конечно же, опираясь на знания о мышлении, поведении. И это такая квинтэссенция, это концептуализация, которая помогает коучу понять, что происходит с клиентом. Но самое главное не для себя понять, а чтобы сам клиент это увидел. То есть коуч выступает в роли такого топографа, который, задавая вопросы, выслушивает клиента и заносит то, что говорит клиент, вот в эту условно так называемую карту, когнитивную карту клиента, которая отражает когнице, то есть какие-то отдельные важные моменты в его мышлении и поведении в виде действий. и здесь вы видите, что вот как раз есть поле проблемы и поле решения, то есть в целом карта, в целом мышление, поведение человека делится, как бы вот, да, как раньше на пирамидке было на слайде показано, на вот эту вот проблемную часть и часть решения. Соответственно, в проблемной части там есть как раз слабые стороны, да, это вот убеждения, какие-то ограничения, препятствия, сложности, которые для клиента представляют сложность, он видит это как проблема, как сложности свои, и именно эти сложности он видит такими, потому что у него есть какие-то слабые стороны, которые и привели к этим ограничениям, препятствиям, сложностям, и в мышлении, и в поведении, конечно же. И в правой части, чуть выше, да, второй уровень, вы видите ресурсы, поддержка, возможности, и это то, где у клиента находятся сильные стороны, и благодаря чему реализуются вот эти вот ресурсы, да, благодаря чему они появились у человека и есть, благодаря чему он эту поддержку может найти, и эти возможности может найти, и сформулировать некое знание. Все это он может сделать только благодаря того, что у него есть какие-то сильные стороны. И получается, да, вот эти две чаши весов, они здесь изображены на втором уровне. Вот это одна чаша весов, которая проблемная, и вторая чаша весов, которая ориентирована на решение на сильные стороны. Мы помогаем как раз, вот в данном случае абсолютно как терапевты, да, помогаем вот то, что рассказывали, да, Ирина рассказывала, мы помогаем это все собрать, потому что все, что говорит клиент, это либо про левую часть, либо про правую часть. И мы не только помогаем обнаружить то, что не осознает клиент для левой и для правой части, но и зарегистрировать это для клиента, чтобы он это увидел, увидел, сколько у него слева и сколько у него справа. Почему это важно? Потому что то, что слева будет написано, оно приводит к тому, что проблема остается, дисфункция остается, задача не решается, с которой он пришел. И если это останется в таком же виде, в таком количестве, то продвижения не будет. Будет постоянное повторение и хождение по замкнутому кругу. Но как только появится справа большее количество и как только это начнет действительно использоваться, не просто осознаваться, а именно использоваться, а использоваться она будет уже на нижних ситуативных уровнях, конкретных ситуациях, тем больше человек уйдет от проблемной зоны, перейдет в зону решений, в зону творческого приспособления к текущей жизненной ситуации или какой-то ситуации в профессиональной деятельности. Но что здесь важно? Здесь важно, что коучинг все-таки про цели и про цели внешние. Если терапия это про цели внутренние, то есть изменить свое внутреннее состояние как-то. Возвращаемся к вопросу Валерия по поводу развития. То есть развитие ради развития это непонятная формулировка. То есть это уже говорит о том, что человек не движется. Он думает, что он движется, когда приходит за развитием какого-то специалиста и говорит, я хочу развиваться. Это на самом деле тоже какая-то компенсаторная стратегия. А проблема компенсаторной стратегии, что человек стоит на месте, он просто ходит по кругу, он думает, что он развивается, потому что движение-то вроде есть, я двигаюсь, я что-то делаю, но на самом деле или он приходит, постоянно возвращаясь в одну и ту же точку. Он не идёт по спирали, а он идёт по кругу на одном и том же уровне. И вырваться из этого круга возможно только в одном случае. Не через внутренние изменения, а через внешние. Потому что это как для тонущего в болоте человека. Чем больше он дёргается, тем быстрее он будет тонуть. Чем больше он хочет развиться, на самом деле, тем больше он будет погружаться в эту топь. Ему нужно зацепиться за что-то внешнее, за какой-то куст, за что-то. И потом вытянуть себя из этого болота. А это значит, что надо зацепиться за что-то, присутствующее вовне. За что-то, что во внешней среде присутствует. Поставить цели не внутренние, там саморазвиться или стать каким-то. А именно что-то сделать, чего-то достичь. Что-то изменить в окружающей среде. И вот эти изменения внешние уже повлекут изменения внутренние. А не наоборот. Хотя, конечно же, это двусторонний процесс во многом. То есть без внутренних изменений невозможно достижение цели. Как говорится, если ты остаешься таким же человеком, поступаешь, значит, так же, думаешь так же. То, как сказал Эйнштейн, а почему что-то должно измениться? Нет. Только изменение, переход на другой уровень мышления позволяет измениться. Использование другого поведения позволяет измениться. Поэтому здесь цель является важной. Именно внешняя цель. Поэтому коучинг, он про цель. И как раз он, получается, запускает все эти процессы. И когнитивные, и поведенческие, и эмоциональные. Вот исходя из этой формулировки. Но что самое сложное для человека в жизни? Говорят, самое сложное — это понять, чего я хочу для человека. Потому что либо я хочу чего-то чужого. Потому что это что-то навязанное очень, стандартные, шаблонные какие-то вещи, которые я хочу. Но не потому что я реально хочу, а потому что все это делают вроде, ну и мне тоже этого хочется. И это путь в никуда. Это не свои цели. Очень важно понять именно свои цели. И вот движение к чему-то желанному, оно начинается с определения, чего я хочу. Что мне нужно. И исходя из этого уже определяется некая своя цель, и начинается это движение. Поэтому именно цель является движущим фактором и направлением человека. Но она должна быть сформулирована исходя из ценности человека, исходя из смысла. Для чего вообще человек живет. Какую точку он занимает в социальной этой системе прежде всего. Потому что смысл во многом он социален. То есть что я для других, кто я для других. Для чего я в этом мире, в этой экосистеме, в этой социальной системе и так далее. То есть это очень важная для человека сущность. Это определение, где я нахожусь в этой точке, в этой системе. Это начинается с этого. Это самый верхний когнитивный уровень, который, как было уже упомянуто, некая я-концепция. Она невозможна без соотношения себя с другими людьми и, собственно, с окружающим миром. Если не будет окружающего мира, окружающих людей, то непонятно, что такое я-концепция. Непонятно, кто я. Дальше из я-концепции исходят ценности. Потому что именно благодаря ценностям это как убеждение ориентиры, которые позволяют на пути к тому, кем я хочу быть или кем я являюсь, реализации себя, реализации своего потенциала. Вот эти ценности, они ориентиры. А как я это сделаю? То есть куда мне надо двигаться, чтобы вот себя самореализовывать? Опять же к вопросу о самореализации. Дальше что важно? Что ценности могут реализовываться неправильным способом. То есть кажется, прекрасная ценность, семейные какие-то вопросы, то есть ориентация на крепкую семью. Но оно может из-за того, что человек руководствуется неправильной информацией, то есть что значит неправильная информация? Несоответствующая текущей ситуации. Он идет с прекрасными ценностями, но по левой части. И в результате попадает в этот замкнутый круг. Поэтому очень важно, чтобы у человека было понимание окружающего мира и себя, которое соответствует текущей ситуации. Здесь возникает вопрос контекстуальности. То есть важно, чтобы цель, важно, чтобы ценности были соединены через понимание, что работает здесь и сейчас, через контекст. Потому что цель без контекста — это бесполезная тоже вещь. То есть саморазвиваться ради того, чтобы саморазвиваться, вне зависимости от того, что меня окружает и что, собственно, требует окружающая среда, и как я буду в этой среде реально могу реализовать свои потребности, удовлетворить свои потребности, это так не будет работать. Поэтому очень важно, чтобы человек понял, где он находится здесь сейчас, в текущей ситуации, и тогда начинают появляться творческие решения. Вот тут вот появляется решение, потому что вот мы говорим все время сильные стороны и ориентация на решение. А как соотносится решение с сильными сторонами? А то, что решения должны быть, как правило, несимметричны. Это не простые решения, это то, что человек даже не мог себе представить. И поэтому нужно именно творческое приспособление, именно креативное какое-то решение, которое становится возможным, когда есть опора на эти сильные стороны. Теперь вопрос, в какой момент переходить от левой части красной в правую часть зеленую, благополучную. Ответ очень простой. Как можно быстрее? По принципу бритвы Окома. Если это можно сделать быстрее и легче, значит, это надо делать быстрее и легче. И поэтому вот это коучинг очень динамичная и очень быстрая практика по сравнению с достаточно длительными терапевтическими воздействиями, когда надо провести тщательную диагностику, найти точечную проблему, чтобы не обрушить всю конструкцию и действовать максимально точечно, решать конкретную проблему человека. Здесь все наоборот. Здесь то, что называется дивергенция, расширение. Максимально смотрим, максимально расширяем кругозор, расширяем максимально репортуар и поведенческий, и когнитивный репортуар, и репортуар мышления. Это совершенно другие инструменты. Конечно, и то, и другое используется и в терапии. Есть эвристичность, но в значительно меньшей степени. В коучинге эвристичность максимальна, то есть поиск нестандартных решений, которые становятся возможны, как это ни странно, когда меняется мышление, когда человек начинает верить в себя, когда он начинает верить в то, что у него неограниченные возможности, что решение точно есть, что решение не одно, как в терапии, одно решение, а решений на самом деле несколько, и он сможет выбрать, и он сможет выбрать оптимальное решение в данной конкретной ситуации, которая именно ему подходит. Вот тогда начинают появляться креативные решения. Когда вот эти вот, как выше было написано, границы убираются, что нет границ. Любые решения, которые работают, единственный критерий, если это работает, значит, это годится. Итак, второй момент, на который мы хотели обратить внимание, это методология, и, собственно, сейчас вы смотрите на протокол, с которым работает когнитивно-проведенческий коуч, чтобы цель была достигнута, правое крыло, то есть образ желаемого будущего, цель, знания, ценности, личностный смысл должны быть в соответствии, должны быть в балансе. И это ответ на вопрос, очень часто который можно слышать от коучей, почему на сессии все хорошо, а вот клиент приходит на следующий раз и ничего не сделал. Вот как раз-таки этот инструмент, этот протокол помогает нам увидеть, где, возможно, была допущена какая-то ошибка, неточность, что не посмотрели. Всегда смотрим на правое крыло, абсолютно связанное. И инструмент, который можно применять и в коучинге, и в терапии. Он был адаптирован, мы его даем на нашем курсе, но достаточно простой. Итак, модель, автор Селигман, адаптация наша. Называется она Перма, либо Перма-Ви. Начинаем мы работать с последней буквы, то есть это достижение. Дальше фокусировка на позитивных эмоциях, вовлеченности, взаимоотношениях и значении. То есть если клиенту вот эти вопросы по этой модели позадавать в процессе сессии, это действительно помогает очень сильно развернуться вот в зеленую зону, как раз-таки в ориентацию на решение. Эта модель может применяться клиентами самостоятельно, например, в межсессионном пространстве, то есть от сессии к сессии. Когда он что-то планирует, когда ему что-то предстоит, вот эти вопросы можно позадавать самому себе и найти действительно очень много позитивных моментов, найти решение самостоятельно. Поэтому вот этот инструмент рекомендую попробовать, попробовать на себе, попробовать, возможно, в практике, в каких-то для начала лабораторных условиях. Она себя хорошо зарекомендовала, достаточно универсальная. И есть прекраснейший ресурс, который называется positivepsychology.com. Он англоязычный. Там можно найти большое количество различных техник и практик. Единственный момент, пару лет назад это все было в свободном доступе на английском языке. Сейчас коллеги, с одной стороны, спасибо им большое, собрали это все в книге. Книги хорошо написаны, хорошо структурированы, но они стали платными. Есть определенный процент бесплатного ресурса, но книги тоже неплохи. Поэтому, если хочется поработать с сильными сторонами, с ценностями, рекомендую зайти на positivepsychology.com. Из основной части это все, что хотелось сегодня сказать. И дальше мы бы хотели рассказать несколько слов о базовом курсе комментирно-поведенческого коучинга, в котором как раз-таки то, о чем говорилось выше, мы и сочетаем. То есть развитие мышления ориентированного на цели, это передача методологии работы с клиентами, ориентированная как раз-таки на ценности, на сильные стороны. И инструментарий там тоже достаточно хороший, на наш взгляд. Да, я продолжу, я вижу вопрос от Елизаветы, важный достаточно, потому что действительно он сразу возникает. Позитивная психотерапия, ну или вот ОРКТ, как я понимаю, позитивная психотерапия, это другое название для подхода, ориентированного на решение. А вот психотерапия, да, в своем слое подразумевает лечение. Терапия, да, это лечение. Поэтому в терапию приходит человек с проблемой. А с проблемой, которую он понимает, что это проблема психологическая, да, то есть связанная с какими-то внутренними моментами. И вся работа терапевта направлена на то, чтобы вот исправить что-то внутри, изменить что-то внутри. Да, ну в случае позитивной, конечно же, это не исправить, это скорее изменить. Но тут не меняется в принципе, да, то есть, конечно, слова имеют большое значение, но изменить что-то, конечно же, понимается, что изменить что-то к лучшему, это значит, что что-то сейчас не так внутри. Вот, а коучинг, он не про это, он про больше, больше гораздо, про цели, про внешние цели. То есть там, если человек приходит, да, и запрос там, хочу развиваться, хочу изменить что-то вовне, первая задача, которая встанет перед ним, перед этим клиентом, это сформулировать задачу. Вот первая задача, это сформулировать задачу. А сформулировать задачу важно, чтобы она по принципу смарт, да, как можно больше была сформулирована, и чтобы в ней была некая точка желаемого, в которую он хочет прийти, и в этой точке это не только про внутреннее состояние, а скорее про внешнее что-то, опять же, про некое внешнее изменение, которое станет благодаря, конечно же, внутреннему. Но вот определение четкое, более-менее четкое определение, что значит, что, ради чего. Хорошо, ты хочешь развиваться. Сразу же следующий вопрос. Представим, что ты развиваешься. Что тогда изменится? Для чего это? Для чего твое вот это вот развитие там и так далее? Когда ты поймешь, что это развитие произошло. И вот таким вот образом мы помогаем клиенту конкретизировать эту точку С, куда он придет из точки А, минуя вот путь Б, то есть пройдя вот этот путь Б. И так мы помогаем ему сформулировать задачу. Это непростой когнитивный процесс, который действительно требует внешней помощи, как правило. И от того, как точно сформулирована задача, будет зависеть и решение в значительной степени. Как говорится, половина задачи решается уже за счет более точного, конкретного формулирования задачи. Как вот в науке, так и в коучинге. Обо всем этом мы очень подробно говорим в нашем курсе, который рассчитан как раз-таки для практикующих психологов, психотерапевтов, а также людей, которые находятся в процессе получения психологического образования. Для кого курс? Курс на площадке Международного института развития психотерапии, когнитивно-педагогической психотерапии, он ориентирован на людей, которые знакомы с психологией, то есть либо получили образование психологическое, либо сейчас его получают. Соответственно, хотят расширить знания и навыки, получить работы довольные какие-то именно в когнитивно-поведенческом подходе. А это важно, потому что вы видели когнитивную карту, она уже изначально называется когнитивной. То есть весь когнитивно-поведенческий коучинг, он идет все-таки в русле, в терминологическом таком оформлении когнитивно-поведенческого подхода к когнитивной психологии и поведенческой психологии. Поэтому вам будет легко разобраться с терминами, потому что мы работаем вот в этом русле. И вся эта методология коучинга, она именно в русле когнитивно-поведенческого подхода. Плюс навыки, знания, умения, они значительно расширяются. Несмотря на то, что это коучинговый формат, но вы все равно видели, что есть левая часть, вот эта вот красная часть, и какую-то часть работы надо проводить в ней. И тут, если у вас уже есть навыки работы в этой части, это замечательно. Но вы обогатите, во-первых, усилите их, во-вторых, обогатите тем, что начнете работать с несколько другими вещами, которые, скажем, есть в третьей волне. Третья волна КПТ, она как раз ориентируется на ситуативность, на контекстуальность. А это как раз то, о чем идет речь, когда говорим о целях. Потому что цели не могут быть вне контекста, вне ситуации. Здесь также в коучинге идет большая все-таки работа на ценностном уровне, на смысловом уровне. И это тоже то, что привнесено в третьей волне КПТ. Поэтому это расширение, углубление сразу в оба направления. И в рамках второй волны, в рамках вот этого диагностического элемента, и в рамках третьей волны, как вот я сейчас перечислил. Это, конечно же, повышение эффективности практики. Потому что вот этот недирективный способ работы, коучинговый способ работы в каких-то элементах можно использовать в терапии. То есть в рамках даже терапевтической сессии. Поэтому всегда есть терапия, элементы коучинга. Всегда есть в коучинге элементы терапии. Они обогащают друг друга. И также, если вы хотите отдельно позиционировать себя как коучем, причем не просто коучем, а когнитивно-поведенческим коучем, да, это, так сказать, следующий уровень, так сказать, когда вы работаете не просто в неком недирективном стиле, коучингом стиле, помогаете клиенту поставить и достичь своей цели, но еще дополнительно усиливаете его когнитивно-поведенческим подходом, что действительно усиливает, да, эту работу, то, соответственно, вы уже можете позиционировать себя как коучем, причем когнитивно-поведенческим. Вот это важный момент для тех, кто уже работает терапией в консультировании. Вы сможете продлить, расширить работу с клиентом. Почему? Потому что терапия заканчивается на этой нулевой точке, когда внутренний человек сбалансирован, когда он функционирует достаточно хорошо, нормально функционирует, но хочет чего-то большего. И это как раз очень нормально. Это проявление здоровой функции, это проявление здоровья, это как раз закрепление, это недопущение рецидивов, это профилактика этих рецидивов, когда человек идёт дальше. Ему нужно идти дальше. И он не будет знать, куда обращаться. Потому что непонятно. Терапевт при лечении вроде всё в порядке, уже там по диагностике всё хорошо, хочется же двигаться дальше. И тогда вы сможете перейти в этот коучинговый формат и помочь достичь человеку чего-то большего и закрепиться на уже других уровнях. Значит, цели. Какие цели? Вот как раз по поводу цели. Это расширить спектр работы своей. Об этом было сказано выше. Повысить эффективность твоей работы. Обогатить свою работу коучинговым стилем и инструментами. Чтобы в какой-то степени использовать и в рамках терапии, и за пределами уже терапии, уже конкретно в коучинге. В коучинговых сессиях. Задачи. Чтобы достичь эти цели, надо решить какие-то задачи. Важная задача, соответственно, будет сформировать знания, умения, навыки. Прежде всего, по поводу коуч-позиции. Это то, о чём я говорил, что меняется мышление и поведение, прежде всего, специалиста. Если специалист не изменит своё мышление, клиент тоже не изменит. Сначала меняет своё мышление и поведение терапевт, чтобы стать коучем в коуч-сессии. И только потом становится возможным изменение мышления и поведения клиента. Поэтому формирование вот этого понимания, что такое коуч-позиция, как выйти из терапевтической позиции, из терапевтических отношений в коуч-позицию, это сложный перескок. Это такой фазовый переход, который надо почувствовать и потренировать. И знание, умения, навыки по очень важным составляющим коучинга — это фасилитация эвристика. Эвристика — это мышление, то есть запуск творческого, креативного мышления. Как я сказал, нужно, чтобы человек научился творчески адаптироваться. Не просто адаптироваться, а уже творчески адаптироваться к текущей жизненной ситуации или разным ситуациям. Это эвристика и в коучинге это очень эвристическая деятельность. И фасилитация — это как раз изменение мышления, расширение репертуара. Облегчение человеку действий, чтобы он научился и смог достичь цели. Нужно ему помочь именно облегчить ему этот путь по достижению этой цели. И фасилитационность составляющая очень много в коучинге фасилитациям. И последнее — это сформировать знания, умения, навыки по процессам цели определения и цели достижения. Самое сложное для человека — это понять, чего он хочет. А поняв, чего он хочет, поставить цель. Это сложный когнитивный процесс, который мало кому дается в таком самостоятельном виде. Потому что нас не учили ни ставить цели, ни определять свои, а не не свои эти цели. Не понимать, как строится процесс цели достижения. Что очень хорошо, кстати, отражено в деятельностном подходе Леонтьева и его коллег. А вот деятельностный подход — он как раз про цели достижения, как достигать цели. Эта часть присутствует также в нашей методологии, в нашем обучении. Преимущество курса. Как мы теперь организовали этот курс? Он достаточно интенсивный, чтобы стать когнитивно-поведенческим коучем. Получить удостоверение на базе высшего педагогического медицинского образования или сертификат Международного института развития когнитивно-поведенческой психотерапии. Чтобы это сделать в такие сжатые сроки, вся теоретическая часть вынесена за рамки практических занятий. На практике мы встречаемся для того, чтобы обсудить эту теорию, ответить на ваши вопросы, какие-то непонятные моменты прояснить и дальше уже начать тренироваться. На занятиях 30% мы обсуждаем то, что вы прочитали, изучили самостоятельно перед этими семинарами, а 70% мы пробуем это, тренируемся, на своих ошибках учимся, получаем обратную связь. Важно, что эта практика, она, конечно же, должна проходить под наблюдением. Если нет наблюдения, то ошибки как раз закрепятся. Есть большой риск, что они закрепятся, а это нам не нужно. Поэтому мы будем, соответственно, привлекать наставников, которые уже прошли обучение когнитивно-поведенческому коучингу и помогут вам в том, чтобы эти ошибки заметить и в последующем употреблять их меньше. И наоборот, чтобы заметить ваши сильные стороны, отметить ваши достижения и применять их больше. Меньше то, что не работает, больше то, что работает. Это помогает вот это наблюдение на сессиях. Поддержка и общение. Да, то есть мы на протяжении всего курса держим такую интенсивную связь со всеми вами. Если возникают какие-то организационные вопросы, вопросы по теории, по практике, мы помогаем вам решить все эти вопросы, в том числе и самоорганизоваться, потому что кому-то недостаточно практики на семинарах. То есть нужно что-то отработать в спокойном режиме, никуда не торопясь. Мы помогаем в том числе вам организоваться в двойке-тройке, даже помимо семинарских занятий, чтобы вы в спокойной обстановке отработали это, но отработали не просто, а с некой обратной связью. То есть мы предоставляем вам формы для заполнения, по которым вы дальше можете задать вопросы и прояснить что-то на семинарах, что у вас там не очень получилось. В результате по прохождению этого курса самое главное, что вы получите, это понимание, что такое коучинг. Вот этой глубокой психологической природы, о которой мы говорили выше. И это важный момент на самом деле, чтобы не было постоянной путаницы терапия, коучинг, что это, зачем это, как это делается. То есть мы очень часто обращаемся к научной психологии, к доказательным методам психотерапии. Ну, в данном случае к когнитивно-поведенческому подходу. Современный вид коучинга освоить, он сейчас стремительно развивается во всем мире. Уже есть ассоциация когнитивно-поведенческого коучинга. Вот. И дальше, конечно же, она будет все больше и больше, я уверен, развиваться. Вот это вот направление коучинга. По той простой причине, что он показывает результат. Это то, что работает. Когда мы говорим научно обоснованное и доказательное, это говорит просто о том, что есть эффект. И этот эффект говорит о том, что это работает. Соответственно, у вас откроется новая возможность самореализации не только в коучинге, там, в индивидуальном с клиентами, но и также в бизнес-среде, потому что в бизнес-среде хоть и психологическая консультированная терапия сейчас все больше и больше начинает применяться, но все-таки бизнес – это про достижение цели. Весь бизнес на том основан, что ставятся какие-то цели стратегические, тактические, и они достигаются. Поэтому коучинг как практика по достижению, определению достижения своих целей очень хорошо вписывается в бизнес-контекст. Это то, что как раз нужно бизнесу, чтобы привнести в него в том числе вот эту вот психологическую какую-то помощь, но через коучинг, через ориентацию на цели, на сильные стороны и решения. И, конечно, это формальная часть, то есть сертификат о том, что вы прошли курс, базовый курс когнитивно-поведенческого коучинга или удостоверение, если у вас уже есть психологическое образование, медицинское образование, педагогическое, то есть на базе уже существующего образования, ну или переподготовка, вы можете получить уже удостоверение государственного образца. Итак, это уже даты 27 августа, организационная встреча. Почему она делается? Она делается заранее, до начала, до первого семинара, потому что вы получите первый прерит, так называемый, предварительный материал с теорией, который вам нужно прочитать перед этим практическим занятием. Плюс мы на организационной встрече знакомимся, выясняем цели. То есть вот даже здесь есть уже элемент коучинга, чтобы выяснить свои цели для прохождения этого курса. И уже с этого начнется некий элемент обучения в практике. Вот это мы делаем на организационной встрече. Но первое реальное занятие, да, уже по теории с практикой, будет 3 сентября. И 12 ноября, последний день, это учебная интервизия, где вы будете показывать, как вы работаете с клиентами. Мы будем это вместе разбирать, смотреть, что получается. После этого вам будет выдан сертификат или удостоверение. Что вам нужно делать? Ну, во-первых, присутствует два раза в неделю на семинарах. Это вторник, четверг с 18.30 до 9.30. Это три часа с перерывом по серединке. Каждый через полтора часа будет перерыв небольшой, 10-15 минут. Два раза в неделю. Плюс самостоятельная подготовка, это чтение при рида, изучение теории, займет у вас от 30 минут до часа. Ну, в зависимости от того, сколько у вас есть времени, но минимально 30 минут требуется, чтобы его прочитать. Размер группы у нас ограничен, сильно ограничен, да, то есть максимально 20 человек. Это вот то, что позволяет эту практику качественно реализовать на семинарах. Стоимость вы видите. Регистрация на курс по ссылке. Там какие-то подробности еще можете прочитать. И буду рад ответить на ваши вопросы. И, Ксения, будем рады ответить, если у вас какие-то вопросы по курсу есть. Вот как раз, да, от Андрея. Андрей, спасибо, что подняли руку. Можно голосом задать. Да, спасибо большое. В общем-то, для начала я хотел бы узнать, какие, если это авторская методика, какие, может быть, идеи, каких авторов взяты. Можно ли отнести КПК к какой-то более широкой школе с конкретными авторами, чтобы вот примерно понимать, к чему это больше относится, помимо КПТ и Селикмана, есть ли какие-то, или это все авторская наработка. Спасибо за вопрос. Значит, когда мы говорим о методологии, то в методологии это комплексная вещь. Это не то, что там какая-то одна теория используется или какой-то набор ограниченных инструментов. Это, как правило, определение. Надо с него начинать. И если кто-то говорит о методологии какой-либо практической деятельности, сначала поинтересуйтесь, а как эта деятельность определяется. То есть что это такое с точки зрения авторов этой методологии. Соответственно, у нас есть определение. После определения вторым важным моментом являются принципы. Принципы, согласно которым вот эта практическая деятельность осуществляется. То есть надо уточнить эти принципы работы. Так же, как в КПТ-подходе, есть принципы когнитивной терапии, БЭКа и так далее. Следующий уровень — это некая система. На уровне системы уже можно говорить о том, какие теории используются, какие методы используются. И на самом нижнем уровне какой набор инструментарий используется. И тут можно очень долго рассказывать, потому что методов много. У нас использовано в нашей методологии, но эти методы, они как бы распадаются на три части. Первая часть — это фасилитация, фасилитационные техники и методы. Это скорее из коучинга они приходят, но и из фасилитации. Это эвристические. Фасилитация — это поведение, эвристика — это мышление. И третья составляющая — это когнитивно-поведенческий подход. Соответственно, если говорить о когнитивно-поведенческом подходе, на что опирается вот эта методология коучинга, то на все, я бы сказал даже так, на все три волны. Потому что коучинг в целом — это поведенческая практика. То есть это про поведение скорее, чем про когниция. Поведение — это первая волна КПТ. Соответственно, для нас очень важно, чтобы человек совершил поведенческий эксперимент. Что такое поведенческий эксперимент? А это цель на неделю. То есть домашнее задание у клиента. У нас это в виде цели на неделю, которые клиент ставит. И с помощью вот этой цели он либо уходит в этот поведенческий эксперимент и совершает какие-то действия, которые тоже у нас обозначены в концептуализации как решение, как задачи, как шаги, в том числе первый шаг. И по результатам вот этого поведенческого эксперимента на следующей сессии мы смотрим, что получилось, что не получилось. Клиент смотрит, мы это разбираем. То есть есть поведенческая составляющая из поведенческой терапии, первая волна. Есть когнитивная составляющая. И вы, может быть, заметили в нашей вот этой вот концептуализации есть нижняя часть. Это из когнитивной терапии БЭКа. Потому что там есть то, что называется АБЦ. Модели АБЦ. Это ситуация, мысль, поведение, эмоции. Да, вот прям АБЦ. И вот под каждой, соответственно, колонкой есть свое АБЦ конкретной ситуации. Потому что АБЦ в когнитивной терапии БЭКа это то, что называется автоматические мысли. Автоматические мысли – это то, что привязано к конкретной ситуации. Мы разбираем когнитивную модель сложности клиента, если у него есть психологическая сложность, да, и он начинает понимать, почему у него это происходит, осознавать, почему это происходит. Но мы не идем или стараемся не идти в реструктуризацию этой АБЦ-модели, да, диспуты сразу проводить. Почему? Потому что у нас есть следующие две клеточки. Это клеточка достижения цели, и там есть тоже когнитивная модель этой цели. И есть первый шаг и когнитивная модель первого шага. Но эта когнитивная модель уже модель функции. То есть есть, когда мы делаем, да, АБЦ-дисфункцию, да, какая мысль привела к какому дисфункциональному поведению, и дисфункциональной реакции в виде эмоций там или физиологии. А здесь мы, наоборот, делаем другое. И вот это то, что очень новое, и то, что терапия присутствует в меньшей степени. Мы проводим, вот ты достиг цели. Соответственно, какие эмоции у тебя возникнут, когда ты достигнешь этой цели? Какое поведение последует за этим? Первый шаг. Что, какая мысль тебе поможет совершить этот шаг? Соответственно, какая эмоция возникнет, и какая эмоция поможет тебе совершить этот шаг, поддержит этот шаг, и какое поведение? Это когнитивная модель первого шага и когнитивная модель достижения значимой цели на неделю. И вот эти модели, они уже помогают, да, они вот то, что называется, вытягивают клиента на это действие, они его мотивируют, они его поддерживают, позволяют преодолеть этот барьер. Но у нас есть и третья волна. Третья волна — это как раз на уровне, во-первых, постановки именно значимой цели, желаемого будущего, ценности и смысла. Это то, что привнесено в методологию из третьей волны, из акта, если знакомы с этой аббревиатурой, да, терапия принятия и ответственности. Но есть еще некая составляющая в виде деятельностного подхода, потому что, опять же, да, поведение. Мы говорим, что коучинг — это поведенческая практика. Это в основном про поведение, потому что только так можно изменить внешний мир. А мы говорим про достижение внешних целей при изменении не внутренние, скорее, а внешнего мира. Без поведения это невозможно. Поэтому нужно поведение. Но какое поведение? Мы знаем, что есть автоматическое поведение человека, как реакция, да, такая автоматическая, непроизвольная реакция. Но есть такая вещь, как деятельность, как целенаправленная деятельность. А это не совсем поведение, да, то есть это именно слово «деятельность». И описывает, как работает целенаправленная деятельность как раз наша отечественная школа. Это школа деятельностного подхода, которая началась с Леонтьева. Вот. Она очень хорошо описывает, собственно, как ставить эти цели, да, откуда появляется мотива, откуда появляется мотивация, как потребность перевести в мотив, как найти соответствие. Потому что если неправильно выбрал мотив, который удовлетворяет не ту потребность, а какую-то чужую, то он не работает. Тогда и цель бессмысленна. И вот эта целенаправленная деятельность, это вот как раз про функцию. Потому что это и отличает человека от других животных, то что он способен вести и решать все вопросы. Практически все вопросы своей целенаправленной деятельности. Просто ставить цель, ее постепенно достигать. Но это тяжело работает у человека, да, мотивации нет, он не знает, как сформулировать вот по смарту конкретно, конкретизировать цель. Они какие-то расплывчатые, непонятно куда идти, зачем идти, почему идти. Он не понимает, как разбить эту деятельность на маленькие шаги. Вот тут фасилитация начинается. Как решить, как запланировать, как найти нестандартные какие-то подходы. А для этого нужно, опять же, творческие какие-то решения. Вот это человеку дается, целенаправленная деятельность, всем нам, к сожалению, дается достаточно тяжело. И для этого нужна поддержка, да, внешняя помощь некая, что коуч и осуществляет. Вот это вот основные подходы, на которые мы ориентируемся. Ну и также мы, конечно же, используем техники из ОРКТ, ориентированные решения краткосуточной терапии. Но в ОРКТ нет теории практически. Это просто набор методов, которые и техник, которые работают. Это набор вопросов, которые работают. Ну, собственно, мы даем эти вопросы, мы показываем, как работать с помощью этих вопросов, чтобы находить вот эти, как раз, работающие решения. То есть на уровне инструментария там очень много привнесено из ОРКТ, поэтому в какой-то степени вы овладеете в том числе и вот ориентированно на решение краткосрочной терапии. Потому что увидите, как это работает на примере коучинга. Андрей, насколько это... Это долго, я могу долго об этом рассказывать, да, насколько уже стало понятно. Да, 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 да. Спасибо большое за такой широкий ответ. Действительно, очень стало понятно. Со всеми методиками знаком и поверхностного уровня. И на самом деле у меня дополнительный вопрос появился. Вот, извините, что сталкиваю лоб в лоб, просто есть от КПТ, да, от ассоциации рекламируемых два курса. КПТ системный коуч, да, и вот ориентированный на цели. И вот я не могу определиться, можете ли, пожалуйста, рассказать, если вы, конечно, можете про разницу... Я бы рекомендовал вам, во-первых, прочитать статьи. Есть две статьи. То есть одна статья Алексея Ёжикова и Дмитрия Викторовича пока, значит, седьмой, по-моему, седьмой форум, да, седьмой форум в сборнике этого форума о КПП есть статья системный, так и называют системный когнитивно-поведенческий коучинг. Там написано, что он из себя представляет. И посмотреть вебинары, видео на канале АКПП, где Алексей непосредственно рассказывает про свою методологию. Мы также, у нас также есть статья, только не на седьмом форуме съезде АКПП, а в сборнике восьмого. Все это в свободном доступе есть. Можем высылать ссылки, сейчас она просто не готова, но если не найдете, пожалуйста, напишите нам. я с удовольствием вышлю и тот, и другой сборник, вот, и обе статьи вы сможете прочитать. Ролики заходите в плейлист коучинг, когнитивно-поведенческий коучинг на YouTube-канале АКПП, там посмотрите просто наши вебинары, чтобы сориентироваться. К сожалению, пока ничего подробнее я не могу рассказать про методологию Алексея и Дмитрия Ковпака, Алексея Ёшкова, Дмитрия Ковпака, не могу ничего рассказать, потому что не проходил этот коучинг, не знаю, что там внутри. Но я могу одно сказать, что они очень сильно отличаются. В них есть общая составляющая, это коучинг. Но вот в части того, как интегрируется когнитивно-поведенческий подход, а это очень важный момент, как интегрировать его внутрь, потому что делать терапию, КПТ и делать коучинг по отдельности, это легко дается. Ну, как бы изучил терапию, изучил коучинг и как-то пытаешься это совместить. Но вот когда начинаешь пытаться совмещать это, понимаешь, что что-то не то получается. Что-то получается, либо прошла терапевтическая сессия сейчас, либо прошла коучинговая сессия, но вот так, чтобы это прошло именно в виде совместной какой-то, да, вот в виде коучинга, но с применением когнитивно-поведенческого подхода. Вот это уже гораздо сложнее. И это, по сути, становится возможным, когда есть какая-то целостная методология и система работы. Поэтому вот система работы у нас достаточно разная, насколько я знаю, судя и по статье, и судя по этим вебинарам, и даже судя по определению. Прочитайте, какое определение, соответственно, в КПКС, что такое когнитивно-поведенческий коучинг это, и, соответственно, определение наше. И уже на этом уровне вы поймете разницу. Да, спасибо большое, из-за чего благодарю. Да, в мире, вот еще к вопросу о том, что в мире существует в рамках когнитивно-поведенческого коучинга. У нас все книги есть, мы все прочитали, и Рэпт-коучинг, и, значит, Драйдена, книги Драйдена по именно когнитивно-поведенческому коучингу. Есть когнитивно-поведенческий коучинг для чайников даже такая книга. Все на английском языке. Но, собственно, мы, конечно же, опираемся в том числе и на эти книги, где показано, как это можно интегрировать в рамках коучинга. Но какой-либо методологии мы пока не видим. Да, то есть конкретно вот система, когда есть определение, когда есть принципы, когда есть система работы и когда есть компетенция. Вот еще важный момент, что методология, возможно, только когда можно оценить, а следует человек и насколько он следует этой методологии. Овладел ли он ей? И это можно сделать только с помощью компетенции. Соответственно, должна быть какая-то шкала компетенции. Пока шкалы компетенции мы не видели. Вот я предполагаю, что есть шкала компетенции в КПКС некая, да, когнитивно-поведенческого коуча. И у нас тоже есть шкала, по которой мы, собственно, проводим оценку, да, аттестацию наших студентов. Вот. Да, вижу в чате и ваши комментарии по поводу курса. Спасибо большое. Очень приятно эту обратную связь получать. Очень приятно слышать, когда вы это применяете под клиентами. Спасибо, Андрей, за очень развернутые ответы. Не знаю, насколько ты этим живешь, и чувствуется эта любовь. Ты нас ей вдохновляешь, всю нашу команду. Спасибо, коллеги. Тогда до следующих встреч. Ну что, коллеги, тогда приятнейшего вечера. Хотела сказать хороших выходных, но, по-моему, еще пока рано. Ну, однако же. И тогда до новых встреч. Остаемся на связи. Субтитры сделал DimaTorzok